Всем здравствуйте! Всем мира и добра! Добро пожаловать на мой канал Галя Снейлс. Меня зовут Галя и у меня очередная порция посылочек сайта Алиэкспресс. Я надеюсь, видео будет интересным. Все ссылочки на товары вы найдете внизу под видео. Заходите, смотрите, если вам понравился какой-то товар. Ну а также не обделите, пожалуйста, это видео лайком. Ну а новые зрители, конечно же, просьба, как всегда, подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, начинаем. Давайте начнем вот с этой красивой посылочки. Я не знаю, откуда у нее вот такие вот ленточки взялись. Просто интересно, да? Ну да ладно, давайте посмотрим, что же там внутри с этими ленточками-то. Потому что посылочка тоненькая. Ой, думала, пусто. Уже думала, пусто. Думала, уже все, продавец, надо смотреть этот номер. Трекинг номер этот. Так, ну а это посылочка для ноготочков. Что же мне пришло? Как вы видите, вот здесь уже видно, что это мне пришло битое стекло. И как сейчас уже, ой, ой-ой-ой-ой-ой, прилипло все. Не люблю я эти пакетики. И уже все, смотрите, оно прилипло, и уже нам она не даст тот эффект, который должен быть. Кстати, мне очень нравится, что, смотрите, на черном фоне она вот такая вот зелено-голубая, да? А на беленьком она розовенькая. Ну что, хамелеонид. В зависимости от подложки. Маленький кусочек, конечно, мне приходили, конечно же, много больше в рулончиках. Ну, что сказать, за один центик, что мне здесь еще рассказывать. Сейчас, так как это битое стекло, да, а вот новый тренд, уже как бы он уже и зашчуханный чуть-чуть этот тренд. Аврора, да, вот лепим на ноготочек, вырезаем, лепим на ноготочек, и получается красота. Ну, да ладно, пусть будет пока. У меня фольги такой много, и пока я применяла только на одном маникюрчике. Но посмотрим, что потом дальше придумают. Никогда не надо выбрасывать декор, или, ну, конечно же, стоит в ящиках, да, и много кто не пользуется. Но потом приходит такой раз, тренд, кому-то что-то взбрело в голову, и уже опять новые интересные штучки для маникюрчика. Так что пусть будет, пусть лежит пока. Так, смотрим, что здесь. Ой, я надеюсь, я отрезала все-таки. А что я отрезала? Ух ты, смотрите, какая прелесть! Да вы что! Шикарная супер маска, а она что? Такое ощущение, что ее покрасили. И мне кажется, что оно таки есть. Она крашеная, потому что это не... Да, вот смотрите! Ой! Все пальцы красные! Ну что, маску покрасили. Это была изначально черная маска. Кстати, кто хочет, может и черную вот так вот ее тоже носить. Но потом на лице у вас будет отпечаток вот такого вот серебра. Фтирочкой попотели маску и все, смотрите. Не, ну реально, очень красивая. Да. Она была без доставки, потому что сейчас часто вот именно... Мне кажется, почти всегда за цент я лимонетки. Там есть маски. И когда на них нажимаете, у них там заоблачная доставка, мне кажется, около 6 евро. Иногда некоторые уже, кто первый раз в этом центовике, в обменнике таком или как, но многие вот берут, а потом приходится возвращать. И главное, что если возвращаешь, то возвращаются и монетки, али-монетки, я имею в виду, да. Так что прекрасная маска, красивая, но, к сожалению, может ее знаете, чтобы вот это вот все не облетало. Знаете, что еще можно сделать, кстати? Да, я вспомнила, лаком, спреем для волос. И будет супер, и будет вам счастье. Да, почему бы и нет. Классно все. У меня уже идейка есть, чтобы отпечатки от масок не оставались на пальце. Класс. Так, следующая посылка. Я надеюсь, не разрежу тут уже ничего. Ой, матюленькая такая. Ух ты, клево. Это мне пришло колечко. Оно безразмерное, так как оно идет на вот такой вот силиконовой резиночке. Так что надо быть осторожным все равно при надевании такого колечка. Смотрите, колечко идет с четырехлистником, клевером, да. Красотульки на счастье. Также идет вот такой вот милый колокольчик. Слышите? Так что это как, знаете, как кошки ходят с такими колокольчиками, так и вы будете ходить и деленькать. Но все-таки, наверное, знаете, вот как уже прям разыгралось у меня воображение, колокольчик звенит для притягивания счастья, да. Ух ты, ну прям красиво получилось. Да, мне уже нравится. А, кстати, как оно на пальчике? Вот так. Это типа под серебро. Писалось, кажется, что это серебро. Но какое это серебро? Это китайское серебро. Вот так вот на пальчике. Ну почему? Интересно. Да, особенно вот так. Очень интересно. Не, ну что? Такой шелтай-болтай. Прикольно. Хорошенькая. Ничего сказать плохого не могу. Давайте эту посылку откроем. Так, смотрите. Ну, это не центовик. Это не центовик. Это я уже вижу по раскрасу. Номер С. Номер С. Господи, размер С. Это я заказывала купальник для моей дочери. Что скажу, хочу сказать. Моя дочь сейчас, она высокая. Ей она, наверное, метр шестьдесят пять. Где-то так она выше меня. Я, конечно, маломерка по росту. И взяли вот размер С. Хоть отзывы у купальника были суперские. И я уже сейчас вот беру и уже чувствую, что он реально крутой. Так, давайте посмотрим сначала купальник. Он не просвечивает. А если просвечивает, вот прям, вот как вы видите, прям очень мало. Красиво под мрамор так вот так вот сделано. Кстати, у продавца есть разные расцветочки. Вот такой красивый. Вот шлейки не регулируются. Вот такие толстенькие, как есть. Здесь идет чашечки. Кстати, что здесь пишет? Ну, размер С. 82 полиамида, 18 эластана. И только ручная стирка. Ну, да ладно. Хоть. Я всегда все в машинке стираю, даже если заявлено, что ручная стирка. И здесь идут, вот как вы видите, внутри идут чашечки круглые, которые можно с легкостью вынуть. Надеюсь, и с легкостью вставить. Ну, чашечки, как чашечки обыкновенные. Так, не буду вставлять, но да ладно. Одна у нас будет без чашечек, а то, чтобы время не тирать. Красивая расцветка. Все нравится. Вот прям под золото, так, знаете, вот красиво-красиво. Так, это верх наш. Классный, мне понравился. И низ. Кстати, низ, мне кажется, такой длинноватенький будет, не? Но посмотрим. Потому что я не хотела, чтобы было, потому что дочери всего лишь 12 лет. Я не хочу, чтобы у нее были вот эти вот тоненькое сзади. Да. Так что, примерим, посмотрим. Но мне нравится. Мне кажется, будет хорошо сидеть. Реально. Материал, как вы видите, плотный. Ну, растягивается вот так вот, да. Но все равно плотненький, хороший. Кстати, вперед. Смотрите, вот зад обычный, да, идет. А вперед идет вот точно так же, как и здесь с чашечками. Идет точно такой же вот двойной материальчик. Ну, идет вот такая защитная пленочка. Мне понравился шикарный купальник. Еще когда примерят, вот в конце видео я уже расскажу, или подошел, или нет. И какие параметры дочери. Ну, приблизительно параметры дочери. Хоть вы уже знаете, что у нее рост... У нее рост метр шестьдесят пять. И мне кажется, она весит сорок с чем-то килограмм. Ну, худышка высокая. Да. Так что, где-то так. Классный купальник. Я прям открыла. Мне понравилось. Супер-супер. И, кстати, отзывы тоже отличные. Я начиталась перед тем, как заказывать. Все-таки не один центик. Потому что за центик я ничего не читаю. Я уже смотрю, распаковываю вместе с вами иногда. И смотрю, что же там такое. Так. Это кисть. Та-дам! Очень быстро пришла. Почти мгновенно. Это кисть для разрисовочек. Как вы видите, номер 00. Китайская. Китайская разрисовка. Кисть. Так себе. Не знаю. Вот вы видите, волоски торчат как-то. Она же, знаете, вот кисть, как всегда, должна быть в клею. Ну, не знаю. Один волосок такой длинненький. Тут как-то не знаю. Ну, не очень, мне кажется, такое хорошее качество. Я очень хочу тоненькую кисть для разрисовочки. Да. Ну, да ладно. Матовая ручка идет. Ну, красиво, знаете, вот удобно. А если вот, может, для разрисовки, не для ноготочков, да, а вот для разрисовок, для картин каких-то. Вот она удобная, да. И мне кажется, хорошая тоже. А так, для ноготочков, не знаю. Отлично. Отлично. Следующее. Здесь что-то мягенькое. Я догадываюсь, что это такое. Давайте смотреть. А-а-а-а. Это масочка. Масочка для лица. Влажная. Кстати, там идет именно маска вот такая вот. Безворсовая, типа безворсовой салфетки, да, для ноготочков очень похожа, мне кажется. Что здесь написано? Это 100% экстракт черники, которая там вам, что там делает с вашей кожей, ну, короче, успокаивает. И, хотелось сказать, это раздражает. Успокаивает вашу кожу. Ну, как всегда, увлажняет, успокаивает и делает все хорошее. Годная маска до 2024 года. До почти конца 2024 года. 25 мл. Ну, и здесь, конечно же, написано, как ее использовать. На чистое лицо, вымыть перед этим лицо, надеть масочку на 15-20 минут. И потом, когда сняли масочку, сделать массаж этим же, вот там, что осталось на коже, вот сделать массаж. Я уже использовала такую маску. И, хочу сказать, осталась очень довольна. Потому что маска, ну, реально крутая. Ну, не знаю, как крутая, но крутая по шкале именно китайских, да. Здесь достаточно много жидкости. И я маску такую использовала два раза. Потому что берешь, и здесь вот остается вот много жидкости. И я ее нанесла, вот, поддержала, как здесь сказано, 20 минуток. И обратно поставила. Хоть я понимаю, конечно же, на самой этой маске остается мои жирные выделения от кожи, да. Но, тем не менее, я беру ее сразу же на второй день, тоже использую. И мне нравится. Шикарно. Так что, вот такой вот лайфхак еще для нанесения второго раза масочки. Да. И, кстати, мне кажется, вот именно черную, да, я использовала. И у нее еще такой эффект, что нету жирности кожи. Знаете, вот оно как-то нейтрализует жирность вашей кожи. Да. И тем более на жаркую погоду, мне кажется, самое то. Супер-супер. Так. Здесь мне пришли вот такие наклеечки от Full Beauty. Здесь должно быть 4 наклейки. Давайте смотреть. Да, походу, они есть. Да, вот смотрите. Они не разрезаны, надо будет разрезать и красиво повставлять. Ну что, черешеньки, мандаринки и грейпфрукты, клубничка и арбузик. Честно говоря, не знаю, как у вас. У вас, мне кажется, даже чуть ярче показано. Но у меня такие вот какие-то они чуть потухшие, знаете. Я ожидала более яркого такого вот рисуночек, чтобы были прям вырви глаз, знаете. Вот мне нравится именно когда летние, они чтобы были яркие. А это так себе, чуть-чуть приглушенные. Ну, ничего так. На белом фоне будут смотреться нормально. Как правило, вот такие вот рисуночки наносят на белый фон. Или на такой какой-то пастельный, да. Хорошо. Следующая посылочка. Давайте смотреть. Так, что здесь? Ой, а здесь мне пришло две посылочки в одной, да. Потому что я заказывала... Один день выиграла одно, а второй день выиграла другое, да. И они все соединили в одно, потому что один и тот же продавец. Это я только сейчас поняла. Так, это вот такая вот брошь в виде веточки, да. И на веточке вот такие вот красивые брюлики. У меня есть такое кольцо, похожее. Так что будет как раз в пору. Мне кажется, вот именно в момент, когда одеваю колечко, надо будет одевать и не забывать про эту брошь. Или поставить их вместе, чтобы вот знать, что оно у меня типа комплект уже. Ну, здесь идет обыкновенная шпилька. Вот такая. Кстати, опасная чуть-чуть. Чуть нажмешь, и в сердце влезет. Да. Ну, да ладно, раньше все с такими ходили, и ничего никто не переживал. Но у меня в детстве всегда вот какой-то страх был вот этим, именно к шпилькам таким, не знаю. Ну, знаете, как сказали в детстве, если иголку где-то всунет, она к сердцу попадет. И сразу вот такой вот какой-то вот плохой фетиш насчет этих вот иголочек. Да. Ну, красиво, да, как вы видите, хорошенько так сделано. Но тоже не знаю, насколько качественно, потому что видно, ну, что это не нержавейка, а обыкновенный вот покрас, так что может еще быстро вытираться. Так, давайте смотреть другую брошь. Это уже более такая как-то молодежная, можно сказать, да. Вот такое вот сердечко, звездочка, стрела купидона. Какое сердечко, сердечко? Нет, это просто стрела, да, а какое сердечко? Или это я просто влюблена и уже вижу сердечко везде? Кстати, думала, что это как-то, знаете, вот бывает вот холодное, я потрогала горячими руками, и оно запотело, но нет. Это вот такое вот, оно как-то матовое такое вот, это вот золото, да. Видите, матовое такое, почти белое оно даже, да. И здесь идет обыкновенная тоже шпилька вот такая вот, застежка. А вот видите, ее покрыли, потому что сама шпилька внутри, она идет блестящая. Заметно, что она там подблескивает. А вот уже понаружи, и даже вот здесь вот, стреле внутри купидона, тоже оно поблескивает. А сама вот, как вы видите, вот такая вот затуманенная звезда, стрела купидона. Прикольно. Поехали дальше. Здесь, так как просвечивает розовеньким, уже думаю, что я уже знаю, что это такое, и вы узнаете вместе со мной. Та-дам! Это наклейки от Full Beauty, выигранные за центик. Кстати, эти наклейки водные, а эти обыкновенные наклейки, да, потому что у них, так как нету этого, у водных наклейчик идет защитная пленочка. А у обыкновенных защитной пленочки нету. Ну и смотрите, здесь просто розы. Да. Вот англичане любят вот такие вот типа розы. Вот они, у них вот, у многих вот есть вот такая вот с колбочкой, и там розы еще свет такой поставят внутри, и оно прямо, они прямо балдеют. Вот как, где это такое было? Мне кажется, такая розочка с куполом была. Где она была? Я забыла. Но какой-то сказки была, знаете? Помните, что последний, когда листик упадет, то там что-то уже... А-а-а, красавица и чудовище. Ну да, если его не поцелует красавица, до того, как последний листик упадет, он так и чудовищем останется. Боже, какая я умная. Наконец-то у меня что-то прорвало с моей-то памятью. Ну да ладно, вот англичане вот обожают вот такие вот штуки иметь себя дома. Тем более сейчас вот эти вот лампочки пошли такие, знаете, что на батареечках. И такие почти лампочки-невидимки. И вот просто, я говорю, просто, не знаю, у многих было дома, и у многих вот такие вот розочки есть. Так что, как-то так, розочки. Так, давайте смотреть здесь. Чармаси. А я читаю фармаси. Думаю, какое фармаси, как будто бы формация, как будто бы... Как она формация? Ой, вот, вот только сказала про память, и в итоге запуталась. Фармация это аптека. Во, аптека. Думаю, что за формация, что за формация косметика? Какая-то Чармаси. Чармаси косметик. Давайте смотреть, что же там за Чармаси такое. Есть что-то? Есть! Конечно же есть. Что же это такое? А, это какая-то, смотрите. Ой, Чармаси Милан. Да все. Китайский Милан, ребята. Смотрим дальше, что здесь показывается. 24 месяца годная, а сделанная 08-22, да? Я так поняла, ну да. На! Нет! Подождите, оно уже все. Ха-ха-ха. Давайте смотреть. Во! Сделано 20-го. А 22-го что? Я так понимаю, срок годности до 22-го. А 24 месяца что? Тут уже тоже не склеивается 24 месяца. А, не склеивается. Короче, просраченный, как говорится. Давайте смотреть, что же там такое с Милана. А, потому что шло с Милана. Ну да, далеко шло. Хоть оно здесь близко, ближе, чем Китай, но да ладно. Что здесь? Здесь карандашик, да? Здесь дальше пусто, да. В самолете пусто, выросла капуста. Так, карандашик, я надеюсь, это не такой цвет. Так, так, так. Глобал Косметик. Да, это такой цвет, к сожалению, какой-то красный цвет. Тоже очень красный цвет. Я таким не пользуюсь. Такой красно-морковный. К сожалению. Ну и ладно. Тем более он просрачен. Ой, все, ребятки, все, я замазюкалась. Ха. Он прям не стирающийся, смотрите. Надо прям с дури тереть, чтобы его стереть. Но он сотрется. Но, тем не менее, смотрите, как оно здесь хорошо все держалось. Конечно, хороший карандашик. Жалко, что ему уже капец. А что здесь? А, нету. Потому что бывает такое, что, когда хотите заточить, так здесь вытягивается и легенько затачивается, чтобы сделать тоненький кончик. Но здесь такого нету. А мне казалось, что есть. Так что, надо будет писать про досу и говорить, что он мне дал просроченный карандаш. Хорошо. Хорошо. Хоть ничего хорошего, но да ладно. За цент мне жалко, даже если так. А может и не буду писать, это уже как-на-как. Так, что здесь? А здесь мне пришли ноготочки. Ноготочки. Смотрите, какая прелесть. Так, ноготочки серебро. Вот такие вот снутри. Кажется матовые, но они все-таки глянцевые. Нет, чуть-чуть матовые. Матовые, вот шершавенче чувствуется. Так, 24 штучки ноготочки. Вот такая прелесть. Хочу спросить, кто такие ноготочки клеил, как вы их клеили. Есть, я знаю, специальные такие подушечки. Ну, не то чтобы подушечки, а такие двухсторонний скотч. И только на него больше никогда. Потому что я, честно говоря, взяла, думаю, а вдруг оно будет просвечивать, и можно его на базу посадить. Вот как я эти сделала, да, вот на базу тупо посадила, но они же прозрачные были. Это я их уже покрасила. А эти же не просвечиваются. Ну вот, а думала, а вдруг, знаете, вот еще работает этот ультрафиолет, еще как-то внутрь так. О, все, разлетелось. То скажите, пожалуйста, если вы этими ноготочками пользуетесь, как вы их сажаете? Кстати, они мягенькие, да. Ну, хорошие, знаете, вот чтобы, если прям под ваш ноготок, да, и смотрите, какая прелесть получается. Даже, мне кажется, с фтиркой вот такого эффекта зеркального не получится. А тут прям такой вау, шикарный, конечно, эффект. Но если знать, как садить и на что садить, так можно даже так, как на какую-то гулянку и сделать себе вот такой вот прекрасный супер-пупер маникюр. Так, давайте смотреть, что здесь. Так, здесь мне... Что, разрезано? Разрезано, да и ладно. Здесь мне пришла футболочка. Футболочка, смотрите, вот такая красивая, плечики идут черненькие. Сама идет беленькая и вот с таким вот прекрасным принтом бабочки. Или это не бабочка, это же это, ночная, да, ночная моля-то, как ее там называют? Я не помню, каркома или как ее там еще называют? Ну что? Ну, швы тут чуть-чуть, нет. Оно сошлось, но просто сами ниточки торчат. Все сошлось, да. Да, главный казус в китайских кофточках, а здесь он, считай, супер. Ну, здесь чуть-чуть да не доехали. Ну, да ладно, кто нам в подмышки именно заглядывает, да? С-очка. У меня сегодня все С-очка, у меня сегодня купальник С-очка, вот это вот С-очка. Вот не помню, мне кажется, я выиграла большую, да, но я попросила продавца, потому что я очень часто общаюсь с продавцами, если меня что-то не устраивает, если, конечно же, товар какой-то уже более дорогой, знаете, а не такой, что именно зацентик и Дэйв бог с ним. А если уже вот что-то идет с таких вот уже более каких-то вещей или что, вот часто вот общаюсь с продавцами, чтобы вот мне именно какой-то специальный размер подослали и то все. Ну, бывает продавцы соглашаются, бывает нет, но это уже зависит от продавца. Но, тем не менее, очень часто продавцы соглашаются, так что если у вас тоже какие-то выиграете товары, то общайтесь с продавцами, есть соглас... как говорится, положительно согласившиеся продавцы, да? Что-то выдумала уже такое, но говорила, ну да ладно. Что? Футболочки мне нравятся. Это уже не первая футболочка такая. Мне они нравятся, они хоть и это синтетика, но они очень легкие и приятные на ощупь. Они очень мягенькие и такие удобные. И мне кажется, вот даже вот дышащие, да? Вот есть синтетика, которая не дышит, и вы ее одеваете, и вы прям потеете в нее, как будто бы в клеенке. А это вот такая приятная, легкая, мягкая и шикарная футболка. И, кстати, эсочка, вот сейчас вот тоже у моей дочери была тоже похожа, мне кажется, эсочка. То она вот чуть-чуть вот разлетается, да? Она не то чтобы впритык вот по телу, не, она вот такая чуть-чуть свободненькая, да. И коротенькая, как вы видите, да, вы видите, не видите, не знаю, я то вижу, а может вам не видно. Она коротенькая, она выше пупка, да. Ну что, моя дочь померила купальник. Ей вообще супер-пупер. Отлично. Ну, как сейчас, знаете, вот я раньше была в 12 лет, я была маленькая и невзрачная, да. А они сейчас в 12 лет уже, как можно сказать, кобыляки здоровые и рослые, и все. Вот я же говорю, сейчас в 12 лет она выше меня. Ну да ладно, это я просто еще ростом не удалась, я всего лишь метр шестьдесят, короче, с кепкой, да. Да, то, честно, шикарно. Я очень боялась, чтобы оно будет большое, знаете, так как все-таки купальник идет для дам, да, не для дам, а для девушек уже. Но вот для нее вот шикарно-шикарно подошли. И особенно трусики, вот я переживала, да, что трусики будут какие-то вот сильно вот высокие. Они шикарные, просто вот просто как должно быть, вот просто бомба. Рекомендую, вот если у вас дитя такое же, как мое, так что рекомендую купальник покупки. Ну что же, спасибо огромное, что досмотрели мое видео до конца. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, какой с товаром вам понравился больше всего. Ну а я уже повторюсь, что ссылочки на товар вы найдете внизу под видео. Заходите, смотрите, если вам приглянулось что-то. Ну и, конечно же, новые зрители, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и также, если вам угодно, пишите комментарии. Это помогает развитию моего канала. Ну а на этом у меня все. Всем пока-пока и до скорого. Здоровья вам и вашим близким. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...